Глубоко уважаемые коллеги, наше исследование было посвящено изучению экспрессии раково-тостикулярных антигенов клеточными культурами уротелиарной карциномы. В структуре онкологической заболеваемости рак мочевого пузыря занимает 9 место с 430 тысячами новых случаев в год и достаточно высоким уровнем летальных исходов как в России, так и за рубежом. Канцерогенные вещества, выделяющиеся с мочой, могут способствовать возникновению рака мочевого пузыря, и поэтому курение является фактором риска, увеличивая более чем в 7 раз вероятность заболевания. Примерно в 75 случаях впервые выявленный рак мочевого пузыря является мышечно-неинвазивным, в остальных 25 регистрируется мышечно-инвазивная форма рака, высокоагрессивная. Несмотря на имеющиеся классификации, тем не менее невозможно с высокой точностью предсказать поведение опухоли, склонность ее к рецидивированию и прогрессированию. Не имеющиеся классификации по уровню инвазии, ни по степени опухолевой дифференцировки. В настоящее время разрабатываются и используются различные методы усовершенствования этих классификаций, но они до сих пор не нашли ответа у онкоурологов. Такая гетерогенность опухоли обусловлена ее генетической разнородностью. В случае мышечно-неинвазивного рака наблюдается в основном мутация в протоонкогенах, тогда как мышечно-инвазивная форма сопряжена, связана с повреждениями генов-супрессоров опухолевого роста. Как было показано в большом крупном исследовании Александр с коллегами, меланома, рак легких и рак мочевого пузыря отличаются наивысшим количеством соматических мутаций, что предполагает их высокую иммуногенность именно для этих опухолей. Кроме того, для рака мочевого пузыря характерна иммуноинфильтрация опухоли. Это были обнаружены как регуляторные клетки, цитотоксические Т-лимфоциты CD8+, и макрофаги, как М2-макрофаги и М1-макрофаги. При этом в представленном исследовании показано, что высокий индекс соотношения макрофагов и лимфоцитов определяет группу плохого прогноза для мышечно-инвазивного рака. Кроме того, высокую иммуногенность опухоли также может опосредованно подтвердить тот эффект, который был получен с использованием иммунотерапии, неспецифической иммунотерапии, живой противотуберкулезной вакциной кальмета Гарена. Это исследование было проведено еще в 1974 году, и с тех пор это единственный практический метод, до недавнего времени оставался, входящий в стандарты терапии для этого заболевания. Но, тем не менее, более чем за 30 лет, опять же до недавнего времени, не было никаких новых разработок, новых исследований, посвященных раку мочевого пузыря, и в том числе и иммунотерапевтических химиотерапии не всегда способны помочь пациентам, ну и даже неспецифическая иммунотерапия в ряде случаев действует достаточно токсично, плюс пациенты, страдающие раком мочевого пузыря, это обычные пациенты с возрастной группой, уже старшей возрастной группой, поэтому не все из них переносят терапию как препаратами платины, так и неспецифическую иммунотерапию. Исследование экспрессии раково-тостикулярных антигенов в опухоли мочевого пузыря началось также достаточно давно. Первые исследования были 2003 года, 2006 года. Падме Шарма с коллегами показали высокие уровни экспрессии раково-тостикулярных антигенов, осмотрели они Мэйджи, Гэйджи, Бэйджи и Прайми. По сравнению с представленным на первом, в качестве образца использовали ткань яичка, как эталон экспрессии раково-тостикулярных антигенов. В их исследовании было показано, что частота встречаемости раково-тостикулярных антигенов высока, и до 78% опухолей экспрессирует хотя бы один раково-тостикулярный антиген. Из девяти представленных исследований проводилось как с использованием иммуногистохимических методов исследования, так и с использованием проточной цитометрии. В другом исследовании, это наиболее масштабное из всех представленных на сегодняшний день, исследование экспрессии раково-тостикулярных антигенов для данного типа опухоли, исследование Ларса Дрискета, на 350 пациентов они исследовали 4 раково-тостикулярных антигена, Мэйджи группа А3, Прайм и Лэйджи-1 и НИИСО. В этом исследовании также была показана высокая экспрессия раково-тостикулярных антигенов опухоли. Единственное, что они не обнаружили значимых различий между экспрессией этих антигенов клетками мышечно-инвазивного и немышечно-инвазивного рака мочевого пузыря. Кроме того, было показано, что экспрессия ряда раково-тостикулярных антигенов напрямую связана с выживаемостью пациентов, с выживаемостью как общей, так и выживаемостью без прогрессирования. В другом исследовании было показано, что Мэйджи А10 является показателем агрессивного течения и инвазивного потенциала опухоли, тоже достаточно на большой выборке пациентов. При этом было также показано, что клетки здоровые, неопухолевые, не экспрессировали раково-тостикулярные антигены. Уровень экспрессии был нулевым. Одно из последних исследований в этой области, не китайских авторов, также показало, что раково-тостикулярные антигены экспрессируют клетки опухолиальной карциномы, при этом в большей степени это было показано для антигена Мэйджи А3, который на сегодняшний день является одним из самых перспективных в отношении создания противоопухолевых вакцин. В нашем исследовании мы проводили идентификацию и анализ экспрессии раково-тостикулярных антигенов не в тканях опухоли, а в культивируемых клетках ротулярной карциномы, взятых на ранних пассажах. Использовались клетки, достигшие 5-10 пассажей. Это были как мышечно-инвазивные, так и неинвазивные опухоли от пациентов, проходивших лечение в Институте онкологии имени Петрова в урологическом отделении. В основном это были представлены мышечно-инвазивные опухоли, поскольку именно они отличаются большей пролиферативной активностью, из них гораздо легче получить культивируемые клетки. Показали, что именно мышечно-инвазивные опухоли гораздо чаще экспрессируют раково-тостикулярные антигены, особенно группы МЭЙДЖИ. При этом отмечалась гетерогенная экспрессия клеток в одной и той же опухоли. В мышечно-инвазивных культурах количество клеток, экспрессирующих раково-тостикулярные антигены, составляло от 70 до 90% всех клеток опухоли, а для мышечно-неинвазивных от 10 до 38 всего. Клетки стабильно экспрессирующие раково-тостикулярные антигены были верифицированы и подготовлены к депонированию для того, чтобы была возможность на их основе создать аутологичные, чтобы их использовать для приготовления аутологичных дендритно-клеточных противоопухолевых вакцин по методике, разработанной в Институте онкологии имени Петрова с Ириной Александровной Балдуевой, с авторами. Ну и мы показали также, что и оценка экспрессии раково-тостикулярных антигенов, несомненно, необходима для отбора клеточных линий, пригодных для создания вакцин. Это тот слайд, который, я думаю, что вы все видели, его пока демонстрировал Алексей Викторович Новик и весь наш коллектив. Спасибо вам за внимание. Спасибо. Спасибо.